Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Возможно, Карло Бассолли – итальянский и швейцарский художник, пейзажист, маринист, баталист и путешественник. Родился 6 декабря 1815 года в Луган. Свою молодость провел на юге Российской империи в Одессе и Крыму, где я пользовался покровительством графа Воронцова. В зрелом возрасте жил в Италии, где принимал участие в войне за объединение страны. Я пользуюсь переводной википедией. Родился в Швейцарии в семье итальянского каменщика. В 1820 году родители Карла переехали в Одессу, где Карла в 1820-1826 годах получал образование в школе капуцино. После ее окончания работал у торговца антиквариатом и эстампами. С 1828 года с художником и декоратором одесской оперы Ринальдо Наннини, учеником известного итальянского декоратора Александра Санкири. Уже с 1833 года Карла начал писать картины и продавать их. Работу молодого художника заметил граф Воронцов, российский бессарабский губернатор. Он заказал Карла несколько рисунков с видами Одессы и хорошо оплатил. После знакомства с семьей Воронцовых, посоли по совету жены графа Елизаветы в мае 1839 года отправился в Италию с целью обучения живопись. По дороге посетил Стамбул. В Италии Карла поехал сначала в Рим, где провел некоторое время в общении с английскими художниками, затем был в Милане, Неаполе и родном Лугана. В 1840 году Карла вернулся из Италии в Крым, жил в Алубке у Воронцова до 1842 года. За это время много ездил по Крыму, создал более 70 пейзажей. В 1842 году в одесской типографии Кленова был напечатан первый альбом черно-белых ритографий Бассоли, который содержал 24 работы. В 1853 году в Лондоне был опубликован уже другой альбом 52 рисунки. В 1844 году по просьбе матери Карла Бассоли оставил Российскую империю и уехал в Италию. Сначала семья жила в Милане. Бассоли много ездил по окрестным городам, рисовал в городе и на природе. В 1848 году сделал первую серию картин миланского восстания. После восстания 1853 года Бассоли пришлось бежать в Турин, где он жил до конца жизни. В 1850-х годах Бассоли много путешествует. Посетил Англию, Шотландию, Францию, Испанию, Марокко. В 1857 году путешествовал по Дании, Норвегии, Швеции, Германии, Финляндии, России. В 1859-1860 годах принял участие во Второй итальяно-австрийской войне за объединение Италии, выполнив серию рисунков на военную тему. Во время войны Бассоли заболел лихорадкой, поэтому в последующие годы уже меньше рисовал, а больше занимался обустройством собственного дома в британском стиле, напоминающем Воронцовский дворец. Много времени посвящал Тайо своему любимому племяннику. За год до смерти Бассоли женился на своей подруге, 21-летней Аделаиде де Королес. Умер Бассоли 8 апреля 1884 года в возрасте 68 лет. Похоронен в родном городе Луга. Ну вот так вкратце о итальянском и швейцарском художнике, пейзажисте, маринисте, баталисте, путешественнике Кардо Бассоли. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!